Всем привет, с вами Жека, вы на канале Гараж Гладь, мы продолжаем делать наш баггер и воркер. Планируем сейчас доделать некоторые вещи, там обшивочка такие, то есть по мелочам и поехать на тест-драйв. На тест-драйв такой уже не давакий трендюлей, не сильно нагрузки, а хочется именно прогулочно так покататься. Посмотрим, что с этого получится. У нас под одним видео, где мы делали плису, переключение передач, говорили, что болты, болтами я не натягиваю трос. Так вот, специально для этого человека, я болт закручиваю, видно, да, трос? Теперь смотрите на трос, видно? Так что все оно натягивалось. Также у нас откручивалось сцепление, я подставился до стороны гаечки, но, правда, с другой стороны, я думаю, откручиваться не будет, вот, так как левосторонней гаечки нет, ну, посмотрим. Так же самое и сюда, просто не улегает, там попытаемся просто отрегулировать карбуранты и подтягивать. Синхронизировать! Синхронизировать! Сейчас, думаю, поедем немножко в такой тест-драйв, ну, прогулочный, наверное, не будем ей давать жару. Значит, после первого тест-драйва, что мы выявили, вот здесь у нас ручка шаталась, мы опорный подшипник еще один поставили. Снизу тоже поставили опорный подшипник. Дообшили, починили то, что у нас сломалось. Крепление бака, была резинка, вот такой крепеж сделали. Доработали газ, здесь возвратную пружину поставили, законтрагаяли немножко. Был поменян цилиндр, тормозной цилиндр или цилиндр сцепления в нашем случае. Поставили лягушку на тормоз, поэтому тормоза уже работают. Тормоза есть. Переключение задней передачи сделали вот так. Заказали еще зеркала, но зеркала до сих пор не приехали, поэтому здесь еще будут зеркала и прям хоть на сертификацию ее отдавать и по дорогам общего пользования ездить. Первый старт после ремонта, так сказать. Сделали, чтобы проверить, что не забыл включить питание на двигатель. Опа! Лампочка погасла, давление масла. Все окей. Все работает, да? Игралка погасла. Погнал! Отсюда, наверное, на камере не видно, но, как обычно, все повыбегали из гаражей, кто ездит. Сот, что-то захотят такая ездит. А ну, заднюю в петель, включается. Левой? Левой зажал. Правой. Надо подкрутить. Ну да, тросик заднюю передачу. Тросиком заднюю передачу, это такая себе тяга, потому что рукой еле включается. На прошлых покатушках, если помните, у нас с карбюратора влилось перед выездом, с бака из-за того, что прыгал. И давлением отсюда бензин выскакивал. Сейчас вот прокатился, Серега, вроде бы все окей, ничего нигде не течет, поэтому можно выезжать. Поставили машины в двухуровневый гараж, кто не видел. Один из подписчиков обратился, у него вайпер 125, там перья в вилке потекли, делали. Но это все увидите, я думаю, отдельное видео будет, что мы с ним делали. Поэтому бегать в этот раз за машиной никому не придется, мы обои будем на колесах. Я надеюсь, что нам не придется тащить ее назад, потому что буса нету и паркопа на машинах нету. Ох, я разогнался только шо, чуть не обосрался. Почему-то мне захотелось только шо подвинуться вперед. Где наша там подвигалка? Где же это? Где-то Женя потерялся. Я боюсь, что у нас вот тут проворачивает. Неужели мы ее опять будем тащить назад? Женя! Надо трос! А ну глянь, что-то вроде как проскакивает. Серега включил заднюю, сильно газанул, и у нас ролик натяжителя чуть-чуть назад сместился, и поэтому теперь проскакивает цель. Сейчас сгоняет за ключами, уже не пешком, как в прошлый раз. Ух, сиденье нагрелось! Кожаный салон! Ха-ха-ха! Пускай, наверное, двигатель немного остынет. Да? А, дым идет. Да. Ну я, короче... Увалил ты, слушай. Тридцатка была, двадцать пять-тридцатка. Вообще, просто я тебе отвечаю. Я, короче, какую-то такую каменюку днищем словил, просто офигеть. А там, где корчи были? Да, я думал, короче, что-то и оттяпнется у нас. Трошки дым идет, да. Ха-ха-ха! Один, наверное, больше нагрелся, да? Да, вот тут, видишь? Ага. Ну у него это, видишь? На него меньше воздуха попадает. То есть, видишь, с охлаждением есть. Да. Есть. Так-как-как-как. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Кстати, есть еще момент, не знаем, этого генератора родного от МТшника будет ли хватать, чтобы заряжать вот такой вот аккумулятор. 60 А, 480 АЧ. 60 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 АЧ. 61 АЧ. 61 АЧ. 61 АЧ. 61 АЧ. 62 АЧ. 62 АЧ. 62 АЧ. 62 АЧ. 62 АЧ. 63 АЧ. 63 АЧ. 63 АЧ. Когда включают дальний свет, то да... Просадка есть, но зарядка идёт в любом случае. Потому что были мысли там... Но вентилятора, наверное, не хватит. Ну это к моменту, что если типа на МТ-шник ставишь стартер с вот таким аккумулятором, типа будет ли он заряжаться, будет. Ну реально будет. Ничего не надо там выдумывать. Если уже там освещение, туда фигачить много. Хотя светодиодные лампочки ставишь и всё будет зашибись. Правильно? Можно даже магнитолу ставить. В принципе, ожидания оправдались. Я не знаю, достаточно нормально. Всё классно. У нас ничего не сломалось. Это очень главное. Были там небольшие проблемы. Но ничего не ответило, не вырвало, не покрутило, не порвалось. Хотя думали поездить просто так спокойненько, потихонечку. По парку покататься. Но всё равно просится нажаться, чтобы нажать на газ. Даже на питбайке ездили. Вот разгоняли. Я в гаражах разгонял её до 40. Серёга тоже там до 40 ехал. Тоже в некоторых местах нормально наваливал. Чуть не перевернул её в одном моменте. В общем, из таких выявленных проблем, что с охлаждением двигателя, да, есть нюансы. Что с ними делать? Подумаем. В принципе, на какой-то там, если не сильно ему давать газу, там, в пол его не давить, то, в принципе, ехать достаточно далеко можно. Но если какие-то вентиляторы цеплять, то надо будет думать, что это с генератором. Потому что у генератора, скорее всего, уже штатного не хватит. Либо какие-то там крылья делать, либо... Ну, ещё не знаю, будем мы что-то с этим делать или не будем. Но, в целом, всё понравилось, всё окей. Если вам нравится смотреть то, что мы делаем. Кстати, мы её будем дальше уже, я думаю, мы дойдём до момента покраски. Я даже боюсь представить, что это будет происходить. Потому что работы... Вагон это всё разобрать, всё зачистить. Всё покрасить, где-то эти мелкие детали поразвешивать. В общем, я думаю, будем мы это долго и нудно делать. Но кататься мы ещё будем. Так что, если вам нравится, лайк, комменты, колокольчик. Пока-пока.